всем доброго всем привет мы проснулись и поехали дальше гостиницы релик а релик тут еще кстати завтрак есть но он с 8 утра дают два яйца два кусочка хлеба и чай мы решили не ждать завтрак и поехали побыстрее потому что чтобы нам там в мясе сильно много долго не стоять ну а так вообще кого постоим ничего страшного в том году том году когда мы ездили было все тоже самое также стояли все один в один тем более многие просили показать дорогу через мясо через 7 покажем также стояли как бы не умерли вроде бы до нормальность вообще в обход уже хотели поехать в ход через белорецк но уфу вот а сейчас такие решили что мы не поедем там потому что мы когда поехали кемерово когда объехались новосибирском через томск мы короче мотанули получается лишнего почти 200 километров ну что такое там 150 до больше приехали больше на два там с лишним часа вот ножка мы не учли этот дат там были пробки тоже да мы их объехали как бы она с одной стороны хорошо с другой стороны так я лучше постою тогда чем я поеду так короче попробуем там мы поехали без пробок 100 километража объехали до сколько здесь получается тоже на 150 километров будет больше если мы поедем через белорецк на уфу а если мы поедем по пробкам то будет на 150 меньше короче попробуем проехать попробками надо все-таки вот такая у нас погода с утра время у нас сейчас 647 мы сегодня хорошенечко так поспали по нашему времени так вообще уже 847 почти 9 утра на улице 17 градусов машина показывает тоже потихоньку идет такие мелкие капельки может видно не знаю погода такая хорошая и езды на автомобиле солнце не светит не жарко комфортно ехать так мы где-то уже недалеко от челябинска это уже очень близко кто может определить местность понимаете где мы едем а мы до сих пор едем так и думаем короче как поехать мы же ездили просто в том году вот как раз вот ездили через этот тим да или как там где про дать эти там м5 короче вот мы также ездили также там стояли все было тоже самое единственное нам не понравилось прям было вообще печально это когда мы ехали из сочи обратно вот мы до краснодара ехали один день и мы проехали 300 километров вот там было да вот это было мощно а даже туда когда мы туда ехали мы ехали через жубку как там жубка же да правильно это самое ну мы в сочи точно ехали не весь день мы что-то часа на три пункта приехали но тоже так же мы ехали по дню также по всем пробкам все то же самое фига тут переезд какой плохой вот и принципе нормально доехали какие желтенькие поля яркие проезжаем нам кстати в прошлом году писали как называется вот эта желтенькая но я забыла а я такой вообще прилег прикольно вообще вот прилег ну вообще не откинул назад слушаю да вообще классно лежа лежа едет мы уже проехали 165 километров от кургана ну вот от той гостиницы где мы останавливались время у нас 8.33 уже мы сейчас едем в обход челябинска ну уже по-моему почти проехали даже а нет проехали мы сто момента где мы где мы ночевали мы проехали сейчас уже 275 километров я думаю мы где-нибудь за челябинском ну может короче смотрим деньги какой-нибудь магазин или еще что-то и наверное будем останавливаться уже да да нужно будет магазинчик сходить нам просто надо хлеба купить так мы будет она уже остановились хочется уже завтракать мы еще не завтракали а уже хочется поэтому ищем магазинчик на трассе макс у нас тут змеи я пока говорил короче поворот проехал ну ё-моё теперь надо развернуться через три километра ё-моё ну вот так вот тоже бывает что-то я ну отвлекся это первый раз у нас такое ну я что-то отвлекся просто и все и поворот пролетел ну да ладно ничего страшного так вот мы уже развернулись мы развернулись да нам вот этот мост надо попасть сейчас мы на него попадем там просто чувак вон эти вот вот такой был съезд на мост как бы а он там поставил эти как сказать заграждение да смотри а он их убирал все нету видишь ни одной он их убирал почему-то нельзя было заехать или что но как раз в момент мы проезжали поэтому он меня ввел в заблуждение чуть-чуть я такой подумал думаю странно в смысле а как сюда нельзя заехать то полностью так вот все было перегорожено ну палочкой все заставлено было конусами вот этими странно а сейчас лишь нету он их убирал значит может они там красили что-нибудь ну не знаю если заехать надо то что там стоять ждать как-то непонятно маленько ну никто же не стоял не ждал да ну да никого не было как-то получилось это вообще непонятно ладно тебе бывает так мы кстати подъезжаем к Миасу ну как ну можно сказать подъезжаем да наверное он будет с правой одной стороны вот и там да там что-то пробка какая-то ну там ремонт дороги будет покажем какая там будет пробка судя по навигатору там только в одном месте такая фигня чуть-чуть не доезжая Миаса этого вот и а дальше все вообще все зеленое полностью в Златоусте маленько вот еще ну там авария написано и все сейчас будем пробовать прорываться так сказать вот мы доехали до ремонта дороги первый ремонт там как бы отрезок такой получается он большой ну он несколько там вот таких красненьких этих ну там кстати вот я на навигаторе смотрю вообще ни о чем вот желтые линии как бы есть ну как вот мы сейчас проедем и дальше поехали а в том году мы здесь же ехали здесь же так же ремонтировали все это дело а где-то дальше дальше наверное будет где-то наверное а может быть все через Белорецк поехали поэтому здесь нормально а может быть такое наврядно конечно но будем надеяться что мы здесь везде проскочим нормально оооо ну да еланчик какой-то так то если посмотреть по навигатору ну вот красненькая да вот часть и все вот он миас получается и вот только ну вот где мы сейчас стоим вот она красная а дальше то все ну вот маленькая еще тут там где златоуст вроде еще что-то было а все остальное то все зеленое вообще поэтому а вон что мы стояли чтобы он повернул что ли ну да вообще никого нет ну тури спереди никого нету а он просто представляете стоял чувак что его повернуть налево а я думал мы встали все угу вообще нормально проехали на году что-то красным все горело а там дальше 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 сейчас покажем вам что там происходит ну в том году здесь ехали здесь все то же самое было так же вот ремонт туда шел все то же самое ну да ничего не поменялось ну да ничего не сделали получается ну что делать долго а так никто ничего не делает видишь все как стоит ну да и рабочих нету никого нету техники нету а вот здесь уже сейчас подстрянем немножко вот здесь красная начинается да сейчас прикинь просто ну нормально прям вообще проскочим просто вот так вот налегке круто будет было бы вообще прям потрясающе здесь видишь вот такие вот ямки все их медленно-медленно проезжают да зато там по трассе знаешь идешь ямы не ямы летят просто ну нормально да да прям 150 180 летят прям бодрые по ямам по всему остальному еще сзади пристроятся и подгоняют нет нормально едем не стоим в принципе неплохо идем покрасный я думала просто что мы здесь прям стоять будем нам там писали что вот златоуст получается и миас что здесь пробки огромные ну слушай красная линия а мы едем как бы по ней ну да то прям хорошо отказали и встали да нет почему едем по чуть-чуть в том году мы здесь стояли ну мы стояли прям стояли долго стояли да очень долго часа часа три мы на на попробкам потеряли в том году сейчас посмотрим что будет в этом году но если честно что то мы так подумали знаете я вот такой сижу короче лучше стоять вот вышел из машины там посмотрел что происходит ну как все вот делают вышел походил маленько подразмялся как бы ну и дальше поехал а если просто ну ехать 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 что-то через томск мне не понравилось сначала что-то понравилось нету мало как бы все что машин нету да потом мы все равно останавливались все равно все то же самое плюс километраж больше ну вот оно то на то и вышло по сути опа вот надо ходить техника только когда помнишь мы ехали дождь там огромный шел в обувь смыло наверно чувака этого вот так вот на мотоцикле представляешь да едешь и вот ну дождь просто ливень да вот ну мне кажется нет неприятно ехать на мотоцикле как минимум да ничего едем потихонечку сколько нам там интересно ехать еще пробка на 12 минут 4 километра навигатор пишет но он может ошибаться как в одну так и в другую сторону да может мы стояли с тобой мы ехали короче он пишет пробка на 17 минут на 20 минут 25 а мы стоим пробка на 25 минут на 30 минут и так вот что-то по-моему до часа дошло потому что если только появилась например он еще не успел там все рассчитать вот смотрите какие тут голубы все это счистили теперь немножко даже стоим надо посмотреть что там такое оно в том плане что там техника ездит или что там происходит или там дорогу ложат или там просто мы в одну полосу едем или просто стоим никто там ничего не делает да нет нам по-любому что-то происходит просто показать что такое конкретно мы по чуть-чуть ехали ехали но сейчас вообще встали вот уже несколько минут стояли мы получается прошло с того момента как я закончила снимать 10 минут вот навигатор пишет пробка на 7 минут два с половиной километра уже осталось а вроде вот поехали сейчас маленько проедем быть сниму как раз поворот будет ну все с машин выходят когда останавливаемся просто встречки нету как-то и мы не едем ну почему то как то странно никто никуда не едет ну да интересно так ну вот ребята получается вон она пробка не знаю так видно нет сейчас я вылежу вам все покажу раз вы спрашиваете что как и почему в общем вот так это все выглядит есть вот такие вот умники конечно же вот опробка вон она пока что происходит мы не знаем как узнаем обязательно покажем вам а так только двое таких было вот сзади тоже у нас там куча уже машин стоит двое было вот таких которые ехали здесь и один еще ехал знаете вот здесь вот короче аварийку включил и поехал вон туда короче мы все уже вылезли и света тоже ну потому что коли открыл дверь и туда залетел шмелек шмель а учу машине нет все уже я его выпустила на волю вот так вот навигатор нам написал что здесь сколько там было 14 минут что ли 12 или 14 минут уже все повылазили из машин вот ну мы как стояли так стоим в принципе никуда пока не двигаемся вот такой вот здесь все ходят да ну конечно ножки надо разминать ну а на встречу кто-то один едет и все ни назад ни вперед никто не двигается пока что все по выходили все разминаются поэтому наверное у нас и спрашивали подснять эту дорогу посмотреть потому что навигатор пишет одно а по факту мы тут стоим уже полчаса полчаса до стоим? да ну хорошо видишь хоть размяться маленько выйти вон все видишь выходят зарядку кто-то делает вон кто-то с собакой вон там даже едет кто как короче кто кушает можно кстати покушать ну можно яички да можно почистить поесть да у нас там овощи еще есть яйца можно поесть на озеро кто-то это это болото какое-то это не озеро, Максим это так лужица какая-то мы полчаса стояли теперь мы вот поехали потихонечку потихонечку по чуть-чуть помаленьку да здесь вот что-то делают смотри воды сколько видишь как такие как будто сикал тут из кондеров бежит ну да конденсат да асфальт там вот тоже как машины стояли у нас тоже такая лужа большая не бежала у нас вообще самая большая лужа была сейчас наверное долго будем ехать ну в смысле это столько стояли сейчас наверное ну смотри встречка пошла встречка пошла а что там перекрывает получается полностью вообще все что ли сейчас посмотрим как это странно да посмотрим сами и вам покажем что там такое происходит ну да вот и встречка идет и мы едем получается перекрывают на полчаса что-то делают наверное и потом опять открывают не знаю интересно так ну получается вот здесь что-то перекрывали ну получается что где-то вот здесь да что-то перекрывали потому что сейчас вот здесь мы проедем вот эту вот кучку так сказать и все здесь походу вот этот трактор работал или что не знаю что там работало мы стояли ну всё ребят дальше смотрите вот мы всё поехали дальше всё нормально вот пробка вот это кончилось короче что здесь сделали мы сами не знаем вот потому что не ехала ни встречка не мы просто видимо перекрывали дорогу что-то там делали да значит вот участок где вот только что да вот кочечка такая была где мы проехали значит именно вот этот участок перекрывали полностью вот и всё дальше вот вроде бы едем вроде бы нормально ну вот уже дорога две полосы в одну сторону все спокойно можно дальше ехать теперь я думаю до златоуста да в общем проедем в общем здесь у нас дорога заняла вот по этой трассе здесь мясе в этом получается сколько полчаса до 30 минут мы стояли 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 потом вот мы поехали поэтому поэтому я считаю что проехали вообще отлично а в ту сторону смотри сколько стоит да за нами нам думаешь меньше что поток машин то большой